Привет всем! Это второй раунд моих покупок. В этот раз мы поговорим о моих покупках из Sephora. И давайте же сразу начнем. Во-первых, из Sephora я взяла несколько предметов от Bobbi Brown. Я взяла Bobbi Brown Highlighting Powder в цвете Opal Glow. Вот так называется эта пудра. Это хайлайтер. Хайлайтерами я пользуюсь много. Мне очень понравился с виду этот желейный немножечко продукт. Такая очень желейная текстура, не особенно пылящая. И серьезный такой хайлайт получается довольно-таки. Вы видите, насколько он рефлекция света идет. Такая немножечко розоватая с красноватыми, не то чтобы блестками, но каким-то дохромом красноватым. Очень красивая штука. Потестирую получше на лице и расскажу вам больше. Дальше я взяла помаду от Bobbi Brown. Не знаю, лимитированная или нет, но называется она Party Alice. Это идеальный нейтральный цвет. Я вам сейчас покажу. Это нейтральный цвет немножечко увядшей розы с коричневатым подтоном. Мне показалась помада интересной. Таких помад у меня в настоящий момент в моей коллекции нету, потому что я от них поизбавлялась. Но мне кажется, что здесь очень мало коричневого и гораздо больше вот этой вот именно пыльной розы. Поэтому смогу носить. Дальше я взяла маленький блеск для губ. Он шел как подарок. Называется Crystal с таким вот, таким глиттером разноцветным. И, конечно же, я взяла тушь, потому что у меня скоро заканчивается моя тушь от Estée Lauder. Это Eye Opening Mascara. Итак, это все от Bobbi Brown. Давайте дальше. А, я взяла. Вот об этом я сниму обязательно отдельное видео. Это минеральная пудра-основа от Bare Minerals. Мой цвет Fair Ivory 02. Для нейтральных тонов кожи. И это оригинальная версия, не модифицирующая. Я долго не понимала этот продукт. Но на самом деле, когда мне показали, как его правильно использовать, я поняла этот продукт. И теперь думаю, что зря потратила столько времени на поиски минеральной пудры-основы, когда Bare Minerals всегда могла быть опцией для меня. Я расскажу, как правильно наносить эту основу и почему вам может показаться, что она для вас не работает. Очень-очень хороший продукт. Дальше я купила парочку продуктов от Esteele Edit. Вот об этом я сниму отдельное видео. Это затирающий стик для пор. Так и называется Esteele Edit by Estee Lauder Pore Vanishing Stick. И это так классический достаточно формат, где у вас в середине немножечко тинт, а по краям такой филер для пор. Застираете где хотите, и все хорошенечко растушевывается. Моя подруга мне посоветовала, которая пробовала и Pore Fashional от Benefit, который у меня есть, и которым я пользуюсь именно для этого летом. Расширенные поры у меня бывают только летом в очень жаркую погоду, когда кожа пытается дышать и справиться с этим всем. Но моя подруга сказала, что этот стик лучше и удобнее, поэтому я обязательно попробую и расскажу поподробнее. Вот это я купила чисто из любопытства. Это Estee Edit тоже by Estee Lauder и называется Flash Illuminator. Это база. Ее я носила только один раз. Это иллюминирующая, довольно-таки блестящая база, которая, как мне показалось, не подчеркивает поры и текстуру, что не есть само собой разумеющимся. Как раз-таки обычно наоборот, что светится и иллюминирует, то подчеркивает поры. Но здесь я не заметила какого-то такого вот эффекта подчеркнутых пор. А не то чтобы какая-то затирка случилась, но вел себя продукт совершенно достойно. И вот вчера я на бал носила именно этот продукт. Мне он понравился. Вот он. То есть он не дает какого-то такого очень-очень крутого эффекта, но как иллюминирующая база работает хорошо. Втирается почти в ноль, оставляет немножечко вот такое вот перлисцентное мерцание самого-самого нежного типа. Не будет действовать на нервы. Дальше я взяла Custom Color Drops в N10. У меня сейчас N20. Это один из моих самых любимых продуктов. И то же самое Custom Color Drops в N20. Это мой обычный цвет. N10 я взяла смешивать, когда я очень бледная, или осветлять другие основы. От Color's FX я взяла два хайлайтера. Во-первых, я вам покажу их самый светлый хайлайтер в цвете Celestial. Это та же идея, что и Custom Color Drops. То есть точно такой же формат, но это именно таки хайлайтер. Это мерцание самого-самого такого серьезного качества. Я вам покажу, насколько все это жидко-метальное. Вот так вот выглядит этот хайлайтер. Цвет, опять-таки, я говорю, Celestial. Он жидкий. Вот он, вы видите, это выглядит просто как жидкий металл с чуточку розоватым подтоном. Посмотрите, насколько серьезное светоотражение идет. И я взяла того же формата хайлайтер, их самый новый, который у них выпущен. И это в цвете Halo, то есть голографический. Он действительно мерцает немножечко голубым. Вчера этот хайлайтер я носила опять-таки на бал. Мне он показался одним из самых интересных продуктов, которые я вообще пробовала за очень долгое время. Обратите, пожалуйста, внимание. Выглядит так молочно, с немножечко голубым подтоном. Вы сейчас увидите, что я имею в виду, когда я говорю, что он немножечко попахивает голографиком. Вот он, этот хайлайтер. То есть очень-очень рефлексирует сильно свет. Но когда я сейчас вам немножечко покажу, когда вы его втушевываете, то такое нежное сияние выходит у лица с немножечко таким голубым подтоном. Но это не выглядит жестко или страшно. И последнее я взяла вот такой вот тату-лайнер, который я еще не открыла, потому что у меня еще не закончился предыдущий. От Kat Von D. Это мой любимый жидкий лайнер, каллиграфическая ручка, можно сказать. Очень-очень-очень мною любимый продукт. Тату-лайнер от Kat Von D. Если вы ищете хороший каллиграфический, стойкий карандаш или ручку для глаз, наверное, надо сказать, ручку для глаз, то вот этот вот, на мой взгляд, даже лучше Stylist All Day. Лучше такой подобной ручки каллиграфической от Тома Форда. На мой взгляд, самое лучшее, что я вообще пробовала. Пока я себя ограничу в покупках на ближайшее время. Если, конечно же, это не будет что-то очень-очень мною желаемое. Итак, это все на сегодня. Всем всего хорошего. Пока.